В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Чиновники не хотят экономить бюджетные средства. На так называемые допороговые закупки мэрия запланировала более полумиллиарда гривен. Городской голова снова обманула Десита. Вместо обещанной больницы скорой помощи в городе появилась частная клиника. Мэрия Геннадия Труханова расправляется с неугодными предпринимателями автомобильного рынка «Успех». Тем, кто судится с городской властью, опечатывают магазины. К профессиональному празднику работников правоохранительных органов стражи порядка отметили третью годовщину образования Украинской национальной полиции. Последние несколько лет в нашем городе наблюдается тенденция. Большинство тендеров на ремонт дорог получают компании, так или иначе связанные с городским головой или его близким окружением. Однако, как выяснилось, зарабатывать фирмам удается не только с помощью конкурсов, но и в обход торгов. Подробнее в нашем сюжете. Удивительную особенность ведения делопроизводства городскими департаментами и службами мэрии на бизнес-основах обнаружила одесский журналист Елена Кравченко. Своё расследование она опубликовала в издании 048. И так журналист сравнила, какие суммы тратят департаменты гурсовета, кто чаще других заключает договора без открытого конкурса, кто чаще всех разбивает свои расходы на допороговые суммы. Кроме того, с помощью общественного контроля госзакупок Дозора она убедилась, некоторые департаменты тратят наши деньги, не пытаясь их сэкономить, целенаправленно и спланированно. Уже при планировании закупок на следующий год чиновники решают, никаких конкурсов и открытых торгов не будет. Если посмотреть, что планировали наши чиновники на этот год, то мы видим, что они не просто раздают подряды без тендера, они это делают спланированно. Они изначально и не планировали ничего для нас экономить, и не планировали никаких конкурсов, никаких аукционов проводить. Все изначально заранее разбито на допороговые суммы, все уже поделено за год вперед. За 2018 год 13 департаментов гурсовета провело 4 210 неконкурентных тендеров и не сэкономили на этом ни копейки бюджетных денег. Общая сумма, которую департаменты гурсовета запланировали потратить без проведения открытого конкурса минимум 518 миллионов 411 тысяч гривен. Департамент городского хозяйства запланировал в этом году без конкурса распределить 272 миллиона гривен. Департамент здравоохранения 96 с копейками миллионов гривен. Департамент образования тоже около 54, по-моему. Понятное дело, за какие-то услуги, что-то вроде коммунальных платежей, за газ, свет, воду, тепло, департаменты и службы действительно вынуждены платить кругленькие суммы определенным компаниям-монополистам. Ну, просто потому, что других никаких нет. Но вот что касается проведения каких-либо одним чиновникам известных работ или оказания непонятно каких услуг, непонятно какими фирмами, тут вопрос, конечно, интересный. Когда одна и та же фирма, о которой вообще ничего не известно, заключает 77 договоров, возникает вопрос, откуда она, собственно, взялась. А когда появляется ФОП, который зарегистрирован 8 месяцев, да, уже выиграл тендеров без всякого конкурса на 10 миллионов, спрашивается, откуда взялся этот человек, кто это вообще. Но ведь, как мы понимаем, существование на бумаге не освобождает нас с вами от оплаты за непонятно какие услуги, непонятно каким фирмам. И это, напомним, речь идет о допороговых суммах, то есть тех суммах, расходовать которые можно в обход тендеров. К слову о тендерах, с ними тоже все очень и очень интересно. Все в том же издании 048 опубликована статья, в которой со ссылкой на наши гроши СМИ сообщает, что 98 миллионов гривен на латание дорог в Одессе получат фирмы, стабильно выигрывающие тендеры от одесских коммунальных предприятий управления департаментов. Итак, в Приморском районе ремонтировать улицы будет компания «Стройспецтехника». На это и выделят почти 57 миллионов гривен. Сравнив цены материалов, которые указала в документации «Стройспецтехника», журналисты выяснили, что цены на мелкозернистый асфальтобетон типа «Б» марки «1» существенно завышены. Всего за последние два года эта компания освоила больше полумиллиарда бюджетных денег. Еще одна компания, компания «Росдорстрой», которую связывают с именами российского бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова, будет ремонтировать дороги в Малиновском, Киевском и Суворовском районах. На это «Росдорстрой» выделят 41,5 миллионов гривен. И опять цены на материалы оказались завышенными. Мелкозернистый асфальтобетон типа «А» марки «1» можно приобрести на 25% дешевле. Асфальтобетон песчаный типа «Г» марки «1» можно приобрести дешевле на треть. За песок одесситы переплатят полтора раза. Напомним также, что еще на прошлой неделе СМИ опубликовали информацию о том, что счета компаний, занимающихся ремонтом дорог в Одессе, связанные так или иначе с Геннадием Трухановым, будут проверяться НАБУ. Не зря НАБУ ими занимается. Да, действительно, им дают доступ уже к швейцарским счетам, им дают уже возможности все это расследовать. Потому что я думаю, что то, что они говорят, что там полмиллиарда за несколько лет украли, я думаю, что там речь идет просто о больших деньгах. Полмиллиарда – это верхушка айсберга, мне кажется. Возможно, правоохранительным органам также следует обратить внимание на то, как чиновники раздают подряды в обход аукционов. По крайней мере, это могло бы сэкономить сотни миллионов бюджетных средств. На днях в Одессе состоялось официальное открытие новой медицинской клиники на территории городской клинической больницы номер 10 на улице Малиновского. Однако открылась вовсе не больница скорой помощи, которая так была необходима Одессе и которую обещал городской голова, а частная клиника. То, что произошло с новой больницей скорой помощи, о необходимости которой так долго и мучительно говорил наш городской голова, иначе чем аферой и не назовешь. Итак, городу была обещана больница скорой помощи, а в результате мы с вами получили частную клинику. Торжественное открытие ООН и прошло на территории городской клинической больницы номер 10 в конце июня. Об этом сообщает издание Одесса онлайн. Городской голова лично перерезал ленточку и даже толкнул речь со следующими тезисами. Цитируем. Данная клиника – это единственный пример в Украине муниципально-частного партнерства. Это пример того, как город эффективно управляет денежными активами, а жители города пользуются этим. Еще недавно здесь было поле, а сейчас тут приятно находиться. На этом мы не остановимся, а продолжим благоустройство 10-й больницы, заявил Геннадий Труханов. Ну, тут прекрасно все, начиная от того, что город оказывается эффективно управляет денежными потоками, и этим пользуются, нет, не руководство города, а простые жители, заканчивая придуманным головой словосочетанием «муниципально-частное партнерство». В чем же оно заключается? Эта афера сейчас, по словам мэра, как он ее назвал, он назвал ее «муниципально-частное партнерство». Это такое новое выражение, потому что есть государственно-частное партнерство, которое в нашей стране, как правило, носит принцип следующий, когда государство покрывает за счет бюджета все убытки, а, так сказать, все сливки, всю прибыль забирает, как правило, частный капитал, которое, так или иначе, имеет отношение, опять же, к тем или иным государственным чиновникам. Здесь, по подобию и образу, то же самое с муниципалитетом получается. Абсолютно такая же самая ситуация, когда, так сказать, все проблемы, все, так сказать, убытки ложатся на плечи муниципалитета, города, городского бюджета, а частник, эта компания просто получила себе прекрасное здание в аренду. Итак, немного истории. Все началось еще при Костусе. Именно тогда была достигнута договоренность между тогдашней головой строительной компании «Кадоргрупп», которая взяла на себя обязательство построить больницу скорой помощи, впоследствии построила ее и даже сделала там современный ремонт. При этом, в продвижении этого проекта принимал непосредственное участие и сам Геннадий Труханов. Расходилось очень интересным образом. Компания «Застройщик» имела обязательство при, так сказать, уже минувшем законодательстве, когда нужно было, или нужно было, или можно было строить те или иные объекты социального значения, они должны были построить больницу. Они устроили эту больницу, они ее построили, передали ее городу. И город, вместо того, чтобы там создать муниципальную больницу, муниципальную клинику, городскую клинику, он принимает решение, причем абсолютно непонятно, каким образом какая-то происходит такая, знаете, заминка, появляются какие-то непонятные заявления чиновников от медицины, мэра города о том, что вот построили неправильно, построили плохо, надо было по-другому, сделали вот так, а теперь получается, что нам там нечего размещать, и как бы городу это не нужно, потому что у нас тут и 10-я больница, и там отделение, и здесь отделение, и вроде как бы это неэффективно. Судите сами, построенная частная компания больницы скорой помощи почему-то вдруг оказалась муниципалитету вообще не нужна. Под разными предлогами затягивался и стопорился процесс передачи здания в коммунальную собственность. Чиновники придумывали какие-то совершенно странные предлоги для того, чтобы построенное здание не брать под свое крыло. Хотя, казалось бы, всего год назад, когда больница только строилась, все было с точностью да наоборот. Мэр воспевал прелесть появления на территории городской 10-й больницы, больницы скорой помощи. Я помню, как мэр города, будучи еще и руководителем фракции, депутатом городского совета, потом с там народным депутатом, активно пиарил тему строительства больницы скорой помощи, и этому уделялся очень много внимания. Более того, как все мы помним, именно это обещание строительства больницы было в предвыборной программе нашего городского головы в течение двух компаний. И, в свою очередь, было получено в наследство. Помните, как мило повторял Труханов тезисы своего предшественника, озвучивая их в докладе о собственной выполненной работе. Если кто не помнит, освежим. Подписан договор о строительстве городской больницы скорой помощи. Продолжается строительство новой больницы скорой помощи. Строительство детской поликлиники в Суворовском районе. В Суворовском районе завершается строительство новой детской поликлиники. Реконструкция инфекционной больницы. Особнены работы по достройке новых корпусов городской клинической инфекционной больницы. Какой милый мэр достался Одессе. Нет, в самом деле, исключительной способности. Голова рулит нашим городом. И, да, вернемся к его спичу на открытии частной больницы. Помните, город эффективно управляет денежными активами, а жители города пользуются этим. Наверное, Геннадий Леонидович имел в виду те 30 миллионов, которые он взял из нашего с вами кармана, взял, чтобы устроить подъезд к частной клинике. Но помимо этого всего, мы еще для того, чтобы участник за половину стоимости получил в аренду городскую собственность на долгие годы, но мы должны еще сделать ему подарок. Подарок следующий. Мы должны еще сделать ему подъездную дорогу за муниципальные деньги 30 миллионов. А потом мы еще у него будем покупать услуги. То есть мы будем покупать услуги не в наших городских больницах, а мы будем покупать услуги за достаточно серьезные деньги, десятки миллионов гривен, у частной больницы, которая находится на долгосрочном аренде в нашей же больнице, и еще мы за 30 миллионов делаем подъезд. Что действительно имеет в результате? Да, собственно, ничего. Это поимели нас с вами в очередной раз за наши с вами деньги. И да, наверное, все поняли, что новой больницы скорой помощи уже не будет. Как говорится, медицина бессильна. Городская власть не оставляет попыток уничтожить автомобильный рынок успех. Несмотря на победу предпринимателей в суде, угрозы и шантаж продолжаются. По указанию мэрии, контролирующие инстанции блокируют работу магазинов. Под удар попали те, кто осмелился добиваться справедливости в законном порядке. Еще до того, как суд отменил решение сессии городского совета о разработке плана территории рынка для последующей застройки, новый хозяин общества с ограниченной ответственностью район успешный начал так называемые проверки. Магазины предпринимателей, выступивших против передачи земли и многократного необоснованного увеличения арендной платы, закрывают и опечатывают вместе с товаром. Этот магазин закрыли два месяца назад. Мне ограничили право на труд, заниматься предпринимательской деятельностью. Все налоги на протяжении всех лет я платил вовремя. Претензии у меня. Ко мне со стороны фискальных студентов не было. За последние два месяца, когда я в магазине не мог находиться, я оплатил аренду по 30 июня. Но в магазин ни разу зайти не смог. А сегодня еще ко всему пришли утром и увидели эти замки. Речь об отжатии магазина. Вначале нам выключили свет. Мы потеряли поставщиков. Затем нам опечатали магазин. То есть и поставщики, и интернет-продажи. Все свелось на ноль. Тот бизнес, который мы строили с мужем себе на старость, рухнул. Рухнул за два месяца, когда повесили вот эти бумажечки, опечатки. Кстати, все незаконно. Решения суда на закрытие магазина нет. А арендатор земли и потенциальный застройщик. Компания «Район успешный» торопится освободить земельный участок. То «Район успешный» орендует МИСКОЙ РАДИ землю. Але, что сталося по факту? По факту МИСКОЙ РАДА передала разом з людьми і з приміщеннями. Ну, скажемо, землю передала разом з людьми і з приміщеннями. Тобто сьогодні «Район успешный» розпоряджається цим майном в повному обсязі. Декілька десятків підприємців звернулися до суду з вимогою скасувати оці рішення МИСКОЙ РАДИ. Приморський районний суд 1 червня задовольнив такі рішення. Скасував рішення МИСКОЙ РАДИ 2 на дозвол на розробку проєкта землеустрою. Зараз поданий ще позов про скасування оренди. Взагалі, право оренди – то в район успешно. Ті люди, які звернулись до суду, це їхнє право. Тобто, як вам ще раз повторюю, в порушення закону було виднення ділянки. І кожен одессит, не тільки підприємці, мають право звернутися до суду. Ті, хто звернувся до суду, на них почалися репресії. Щобо хазяїн сам не открыл магазин, администрація поставила у входа охранника, а неподалеку дежурила група боєвіков. Як це обычно буває при рейдерському захваті. От камери вони прятались. Горсовет в виде Геннадія Труханова передає, в лице Геннадія Труханова і Городського совета передає, як рабов, я подчеркиваю, як холопов, як в Средневекові, передає всю землю під цим ринком, под магазинами, которым эти предприниматели, эта бизнес-структура, галантерник, не имеет никакого отношения, передає галантернику. Труханов передав галантернику, як в Средневекові, людей, вместе с їх магазинами, вместе с їх будущими, вместе с їх ним бизнесом, запчастями і т.д. Давлення на неугодних предпринимателей – не единичний случай. Нові хозяева стараються вважати з ринка всіх недовольних адміністративним путем. Занесли документи, сказали, договор на три місяці, обонплата поднята в 4 рази, без всяких объяснений. Забрати договор аренды, приходиш раз, два, с третього разу юристам отнекивається, отдакивається. Опечатування магазинов, закрывання магазинов – це стало в порядке вещей. Обычно договор составлялся на три года, если там форс-мажор какой-то – на год. Сейчас договор аренды я не могу получить. Кому я плачу, с кем я плачу. Название этих самых администраций постоянно меняется. Поход предпринимателей і активістів вместе з полицией в администрацію ринка нічого не дал. Руководство, як ісследовало, ожидати, куда-то срочно уїхало. Администратор отстаивав правоту начальства. Прибувшая на ринок оперативно-следственна група ограничилась минимальними действиями. Опросила хозяина опечатанного магазина і представителя администрації. Документы на право владения магазином його владельцю не помогли. Полицейские настаивали на встречі з директором ринка. А він, естественно, на связь не выходив. Чтобы не накалять ситуацию, решили эту акцію повторити в ближайшее время. Но сейчас напишем заявление на руководство с тем, чтобы они, если они хотят забрать магазин, чтобы они шли по правому пути. Либо возмещали мне стоимость затрат на строительство, или предоставляли мне это место за другие деньги, и я буду работать в своем магазине. Мы не хотим насилия, мы хотим действовать в законодательном поле, и мы обратимся в соответствующиеся органы. Я хочу сказать, что с феодализмом в Украине пора заканчивать. То, что происходит, это чистый воды феодализм, чистый воды бандитизм. В цивилизованном европейском обществе выход из такой ситуации однозначен. Полиция обеспечивает собственнику доступ к его собственности и задерживает всех, кто пытается помешать. У нас, блюстители порядка, вообще уехали с места событий, чтобы посоветоваться с начальством. То есть, либо они не знают закона, либо в Одессе он не работает. Но тогда вместо закона действуют уголовные понятия. Получается так. Если полиция и дальше будет стоять в стороне, конфликт на автомобильном рынке «Успех» может перерасти в силовое противостояние. К этому ведут действия городской власти и бездействия полицейского начальства. Александр Виноградов, Денис Светляченко, телекомпания «Круг». 4 июля сотрудники правоохранительных органов отмечают профессиональный праздник – День полиции Украины. Ей исполняется три года. Торжественное собрание провело Главное управление национальной полиции в Одесской области. В разных подразделениях полиции Одесской области служат 6369 сотрудников. Патрульные оперативники, следователи, эксперты, кинологи, спецназ, охрана, мест лишения свободы и государственная служба охраны. К профессиональному празднику начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин вручил коллегам нагрудные знаки отличия, грамоты и благодарности Министерства внутренних дел. Полицейских поздравил и глава областной государственной администрации Максим Степанов. Вы живы приклад изменений, которые произошли в Украине. За три года вы стали правоохоронцами с европейским рисом. Группе полицейских вручены почетные грамоты Одесской областной государственной администрации. На праздничном вечере не говорили о проблемах. А между тем, главная из них – нехватка кадров. Полиции нужны люди, готовые служить на совесть. Александр Виноградов, Денис Витличенко, телекомпания «Круг». Стихия бушует совсем рядом. Возле села Маяки Беляевского района Одесской области образовалось необычное для нашей местности явление. Здесь местные жители наблюдали смерч. Опасный вихрь подхватил пыль и ветки на поле, поднимая столб на десятки метров вверх. Необычное природное явление зафиксировал и опубликовал на своей странице в Facebook Владимир Пономарчук. Мужчина заснял на видео закручивающийся смерч, наблюдая за ним с безопасного расстояния. Работники Национального природного парка «Тузловские лиманы» второй год подряд создают искусственные острова, где гнездятся и питаются птицы из Африки. Как сообщил на своей странице в Facebook заведующий отделом исследований Национального парка «Тузловские лиманы» доктор экологии Ван Русев, один из островов был создан в виде гигантской рыбы. Остров сняли с высоты с помощью квадрокоптера. Через неделю после построения на острове уже более 50 гнезд речной крачки. Птицы, которые летят зимовать из Национального парка «Тузловские лиманы» за тысячи километров в Африку, отметил Русев. Птицы, гнездящиеся на островах, питаются рыбой, в том числе и кефалью. В нацпарке обитает пять видов кефалевых. Ученый также отметил, что остров построен из местных экологических материалов – виноградной лозы, камыша и травы. Наши поздновостей подошел к концу. Далее информация о синоптиковой погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. О всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся! Субтитры предоставил DimaTorzok